всем привет меня зовут владимир сегодня понедельник а это значит что на научно-популярном канале qwerty выпуск самых интересных новостей науки прошедшей недели в этом ролике уран который положили на лопатки аспирин против альцгеймера искусственные легкие для младенцев и многое другое все подробности будут по ссылкам в описании и напоминаю что за самую интересную новость этого выпуска можно проголосовать на youtube канале во вкладке сообщества самой топовой новостью прошлого выпуска вы посчитали безопасное редактирование днк предлагаю не обсуждать в десятый раз механизм генетических ножниц и не сравнивать между собой статьи в одних из которых говорится что крис паркас вызвал рак а в других что все редактирование прошло успешно предлагаю подумать о том что наша медицина давно редактирует днк человечества в сторону ухудшения что будет если дать человеку страдающему скажем от бесплодия возможность иметь детей например с помощью эко или других методов если бесплодие вызвано генетическим заболеванием то поломанных генов среди потомков популяция кажется больше нарушается процесс естественного отбора а система здравоохранения будет перегружена необходимостью помогать новым бесплодным людям и это именно то что делает современная медицина плодит сущности и меняет геном и это могло быть тем самым случаем когда модификация генов была бы оправдана удаление ошибочных генов перспективный ход для крис паркас если такие гены убрать в одной из половых клеток например мужской здоровая копия гена займет свое место в эмбрионе из другой половой клетки женской это означает что мы не вносим чужеродных элементов в геном а именно этого часто боится общественность и ближайшее будущее полноценного редактирования человеческого генома с нуля то есть с эмбриональной стадии это именно корректировка наследственных заболеваний пока успешно проводили только редактирование генома во взрослых организмах а эмбрионы по этическим соображениям уничтожали то есть менять пока будем характеристики связанные с одним или несколькими генами а вот изменить цвет глаз или повысить интеллект вряд ли за это отвечают уж слишком большие совокупности генов не подвластные крис паркас добро пожаловать на уран самую холодную планету солнечной системы царство лютого мороза и льда и к тому же имеющую очень странную ось вращения уран фактически лежит на боку плоскость экватора наклонена к плоскости его орбиты почти на 90 градусов ученые давно искали ответ на вопрос что с тобой не так уран и предполагали что в прошлом газовому гиганту здорово досталось от какой-нибудь выскочки и вот очередное исследование снова разворошила прошлое урана ученые из даремского университета провели трехмерное гидродинамическое моделирование в котором рассмотрели различные варианты столкновения урана с какой-нибудь большой каменюкой всего было предложено 50 сценариев по итогам моделирования ученые предположили что скорее всего около четырех миллиардов лет назад уран столкнулся с ледяной протопланетой массой в две земных состоящий из ядра и ледяной мантии масса урана в то время превосходила земную в 14 с половиной раз скорее всего удар пришелся в бок по касательной и он должен был быть достаточно сильным чтобы наклонить ось урана но недостаточным для того чтобы газовый гигант потерял много атмосферы остатки этой протопланеты образовавшиеся в результате столкновения скорее всего стали материалом для образования многочисленных спутников урана и его колец радость материнства к сожалению не гарантирована бывают ситуации когда из-за ряда заболеваний или особых видов терапии женщины теряют возможность иметь детей и даже ауто трансплантация собственных тканей репродуктивной системы взятых еще до начала лечения например химиотерапии не спасает если была например лейкемия она просто появляется вновь медики считают что выходом может стать использование искусственных яичников они взяли яичники пациенток которые те пожертвовали для исследований из-за раковых заболеваний их все равно бы удаляли затем ученые очистили их от всех клеток в том числе раковых оставив только матрицу строительные леса и соединительной ткани и подсадили туда человеческие фолликулы ячейки содержащие незрелые яйцеклетки в них раковой опасности нет этот искусственный яичник подсадили мыши конечно расчет был не на то чтобы она кого-нибудь выносила у нее была другая задача и она с ней справилась 25 процентов фолликул выжили в течение трех недель в настоящих яичниках фолликулы тоже постоянно гибнут в самом начале их около 400 тысяч а до логического завершения добирается только малая часть вокруг яичника образовались кровеносные сосуды которые обеспечивали его жизнедеятельность в общем впервые яйцеклетки проживали в искусственном органе чувствую себя относительно неплохо а это значит что когда-нибудь женщинам потерявшим фертильность можно будет вернуть радость настоящей беременности 19 февраля мы рассказывали что ученые вырастили настоящие человеческие яйцеклетки с нуля в комбинации с этой новостью искусственные яичники и половые клетки с нуля варианты применения могут быть просто фантастическими продолжаем тему воспроизводства среди органов человека легкие развиваются одними из последних поэтому когда дитё рождается заблаговременно его легкие нуждаются в помощи но не всегда системы механической вентиляции справляются с насыщением крови кислородом и медикам приходится принудительно ее обогащать на разных мембранных системах вне организма учитывая особенности детского организма приходится быть крайне изобретательным поясню первое у малыша меньше пол литра крови а значит за пределами организма в аппарате может находиться не более 40 миллилитров второе обеспечивать перекачку должно собственное сердце потому что насосы дают перепады давления и могут повредить клетки крови и третье предпочтительно чтобы кровь обогащалась обычным воздухом они купажом из газов или вообще чистым кислородом хотя это не критично канада германская группа ученых придумали и сделали внешне искусственные легкие хотя на вид эти легкие также напоминают легкие как коробка с лего принцип работы взяли у искусственной плаценты она обеспечивает газообмен крови с другой средой без смешивания искусственные легкие это очень приплюснутый параллели пипет в которой помещены газообменные пористые мембраны таким образом кровь в объеме не более 30 миллилитров может растечься по максимальной площади и хорошенько насытиться кислородом между мембранами установлена сетка из квадратных колонн размерами миллиметр на миллиметр они формируют каналы для протекания крови заставляют ее хорошенько перемешиваться и сообщают жесткость конструкции и кровь понять течет самостоятельно а это уже победа сложнейшей задачей было сохранить жесткость конструкции при минимальной толщине мембран и в этом помогла армированная сталь кто бы мог подумать но это и была основная загвоздка при проектировании таких систем в общем это первое устройство подобного типа и галочки по всем критериям чтобы в пожилом возрасте помнить куда вы положили свою вставную челюсть ученые предлагают не бросать физическую активность стимулировать мыслительные процессы различными тренингами и питаться как нормальный человек они как футбольный фанат это немногие действенные на сегодня варианты предупреждения болезни альцгеймера болезнь сопровождается появлением в мозгу блокирующих связи между нейронами амилоидных бляшек можно сказать белкового мусора ну а он возникает из-за сломанных лизосом мусора перерабатывающих заводов на клеточном уровне их восстановление и это стратегия борьбы с альцгеймером что характерно нормально работать лизосомом помогают ацетилсалициловая кислота ну или по-нашему по простому аспирин и вообще лечат большой спектр расстройств начиная от головной боли и артрита и заканчивая инсультом и бесплодием до аспирин в некоторых случаях помогает предотвратить воспаление который может вызвать выкидыш а тут еще и альцгеймер подъехал но как это узнали особую линию генетически модифицированных мышей очень быстро накапливающих вещества способствующий появлению бляшек кормили аспирином в малых дозах через месяц количество имеющихся бляшек в мозге грызунов уменьшилась за счет простимулированных работающих лизосом через сложные цепочки внутриклеточного взаимодействия аспирин стимулирует процессы очистки тканей от ненужных белковых элементов а это минус бляшки и минус в перспективе альцгеймер причем без рецепта но работает ли это на людях еще надо испытывать а теперь новость полная с одной стороны милоты и няшности а с другой тревоги посмотрите это мелахи коалы одни из самых популярных животных на планете которые приносят австралии миллионы долларов они удивительно и ведут необычный образ жизни однако их популяция сокращается что может привести к вымиранию вида и недавно для того чтобы понять что к чему в колье генетики и спасти их ученые секвенировали их геном так коалы стали очередным видом с полностью расшифрованный днк цепочка днк у коал достаточно длинная например человеческая днк состоит из шести целых четырех десятых миллиардов пар оснований а у коал целых семь миллиардов к тому же и самих генов у коал на пять тысяч больше чем у человека больше двадцати шести тысяч коалы питаются исключительно некоторыми видами эвкалиптов ну так они избавились от пищевой конкуренции но листья эвкалиптов между прочим крайне ядовиты для большинства животных и к тому же малопитательные и волокнистые в геноме ученые обнаружили каким образом коалы сумели приспособиться к такому рациону у них удвоенное количество генов которые отвечают за кодирование белков разрушающих опасные вещества они разлагают токсичные терпены эвкалиптов и быстро выводит их из организма однако именно по этой же причине обычные антибиотики разрушаются в их печени и неэффективны для коал как же коалы выбирают нужные виды эвкалиптов из сотен доступных у них есть целых двадцать четыре гена для определения горького вкуса и целых шесть генов для того чтобы улавливать запахи не очень летучих веществ по этим параметрам они рекордсмены австралии также благодаря двойному набору гена аквапарина 5 коалы могут чувствовать вкус воды то есть по запаху находить воду в листьях и определять ее процентное содержание это очень полезное умение ведь коалы пьют воду только во время засух ну или когда они больны а вот болеют они достаточно часто больше интересного по ссылкам как часто вы моете руки а как часто вы готовите на первый взгляд эти вопросы не связаны между собой а нет именно от вашей гигиены зависит отравитесь ли вы за обедом или переживете еще один день чтобы проверить сколько людей готовит пищу правильно минсельхоз сша заказал целое исследование сможете спрогнозировать результат барабанная дробь и так три процента абсолютное большинство 97 процентов людей не соблюдают правила гигиены при приготовлении пищи в исследовании приняло участие 383 добровольца которых разделили на две группы одной группе перед экспериментом показали обучающие видео как пользоваться термометром при определении готовности после тепловой обработки мяса вторая группа выступала контрольной поэтому ей не показали ничего про гигиену кстати тоже не было сказано ни слова участники под руководством шеф-поваров готовили гамбургеры с индейкой и салат мясо было намеренно заражено кишечной палочкой в незначительных концентрациях и в результате после приготовления пищи эта палочка распространилась по всей кухне другим продуктом и даже смартфоном с вами передача смак и сегодня мы будем готовить гамбургеры с кишечной палочкой для этого нам понадобится две чашки петра 25 процентов участников не стали пользоваться термометром даже после того как посмотрели видео а готовность мяса определяли на вид или на ощупь а в контрольной группе только 34 процента решили использовать термометр самостоятельно после манипуляции с мясом только каждый третий решил помыть руки при этом 24 процента вообще не использовали мыло а те кто использовали мыли руки все равно плохо по правилам полагается мыть руки не менее 20 секунд с тщательной обработкой каждого участка из всей этой команды только 3 процента справились с помывкой рук результаты неутешительные вот где оказалась кишечная палочка надеюсь что вы как зрители научно-популярного канала будете не настолько опрометчивы как участники американского исследования ну что ж а на этом сегодня все большое спасибо вам за просмотр оставляйте свое мнение в комментариях делитесь этим видео со своими друзьями и ставьте ему лайк если оно вам понравилось не забывайте подписываться на qwerty здесь на youtube в instagram и telegram там мы частенько публикуем логические задачки и до скорых встреч пока а а а а а а а а а